Привет, друзья! Меня зовут Вкусные рецепты от Аллы. Сегодня будем готовить необычные оладьи. Поделюсь с вами простым и очень вкусным рецептом. Для этих оладушков нам нужно 150 граммов сыр. Здесь у меня два вида. Сулугуни я взяла и моцарелла. Сыр подходит любой, друзья. Одно яйцо, один помидор. Здесь у меня пол чайную ложку я взяла соду. Кефир, 200 миллилитров. Здесь у меня много зелена. Я взяла три веточки больших лука. Кинза, петрушка и укропчик. Чем больше зелени, тем оладушки получаются вкуснее. И здесь у меня мука. Я скажу, сколько будем добавлять. Я сейчас быстренько за кадром подготовлю все ингредиенты, а потом продолжим вместе с вами. Подготовила все ингредиенты. Делаем тесто. Разбила уже одно яйцо. Чуть-чуть взбиваем. Сюда отправляем кефир. 200 миллилитров, друзья. Кефир у меня 2,5%. Возьмем соду и будем гасить лимонным соком. Здесь у меня 1 столовая ложка лимонного сока. После того, когда хорошо перемешиваем, добавляем сыр. Сыр все не буду добавлять, друзья. Чуть-чуть надо оставить. Потом я покажу, что буду делать с ним. Сюда добавляем помидоры. Помидор я нарезала мелкими кубиками. Добавляем сюда лук. И зелень мелко нарезаны. Добавляем сюда щепоток черный перец. Все по вкусу добавляйте, друзья. И соль чуть-чуть будем добавлять. Всегда смотрите. Если сыр соленый, соль надо меньше добавлять. У меня сулугуни не так соленый, поэтому я чуть-чуть добавляю. По вкусу всегда смотрите. Настало время добавлять муку. Я пока добавляю 3 столовые ложки полной. Перемешиваю. Я потом покажу, как должно выглядеть тесто. Друзья, посмотрите, как выглядит тесто. И слишком густой не надо. И жидкий. Я здесь добавляла 4 полных столовых ложек муки. Это всегда зависит от помидоров. Бивает помидор сочный, я добавляю 5 столовых ложек. Но сегодня у меня помидор суховатый был. Поэтому я добавляла 4 полных столовых ложек. Вот как выглядит. На сковороду наливаем растительное масло. И ждем, пока оно разогреться. Масло уже разогрето. Берем тесто ложкой. И формируем оладушки. Друзья, помните, я из общего количества сыра чуть-чуть оставила. Теперь берем чуть-чуть и выкладываем середину. Хочу сказать, друзья, вот такие оладушки можно готовить в духовке. Возьмем чуть-чуть теста и сверху закрываем сыром. Представляете, друзья, какая вкуснятина эта. Получается как мини-пицца. Все, друзья. Закрываем крышку. Будем обжаривать на среднем огне. Даже чуть меньше. Високий огонь здесь не нужно. Одну сторону обжарила. Теперь надо переворачивать. Друзья, такие оладушки очень нежные. Где-то 5 минут я обжарила. Аккуратно переворачивая. Посмотрите, какие румяные. Опять закрываем крышку. Обжариваем под закрытой крышкой. Обжарили с двух сторон. Последний разочек буду переворачивать и будем доставать через минутку. Посмотрите, друзья, какие они хорошие. Еще разочек вот так. Пускай обжаривается минуту. Даже меньше. Все, надо доставать. Друзья, посмотрите, какие вкусные оладушки получаются. Сейчас покажу еще, как выглядит внутри. Эти оладушки можно взять с собой на работу, друзья. В дорогу, на пикник. Посмотрите, друзья. Очень ароматные оладушки, нежные получаются. Попробуем, сынок? Да, давай попробуем. Попробуем. Спасибо. Нет, я хочу попробовать. Очень нежные, очень вкусные, сочные, благодаря которым я добавила помидор, да? Да, это точно. По вкусу даже чем-то напоминает на пиццу. Друзья, хочу сказать, еще все ингредиенты можно подготовить заранее вечером. Ставить в холодильник. Утром смешать все ингредиенты. И вкусный завтрак готов. И стакан чая. Да, это точно. Мы любим эти оладушки к чаю. Да, очень вкусные, друзья. Обязательно попробуйте. Жду ваши отзывы. Мне очень приятно, когда вам нравятся мои простые и вкусные рецепты. Спасибо за лайки, за подписки, добрые и теплые комментарии. Нам очень приятно. Всем пока-пока. Всем пока.